Оксана Михайлович, добрый день. Меня зовут Игорь, я из Украины, город Бровары. Добрый день. Десять лет занимаюсь продажей запчастей для тяжелой спецтехники, эскаваторы, бульдозеры, карьерная самосвала. Я люблю продавать, у меня это хорошо получается на протяжении 15 лет. Но в свои 38 лет, будучи замдиректором фирмы, я понял, что больше чем 1500 долларов в США я заработать не могу в этом бизнесе. Первый вопрос, давайте скажем, сразу отвечу. Полторы тысячи долларов в США, для Украины, это очень приличная сумма, там это 40 тысяч гривен, да, образно, это очень-очень приличная цифра. Ну давайте дальше. Я стал видеть, что мне импонируют рынок финансов и активов. Я уже имею негативный опыт сотрудничества с рынок финансов, но настроен оптимистично. Несмотря на всю романтику профессии трейдера, я понимаю, что за результатами стоит огромная работа, осталось только приступить. Вопрос, скажите, как мне правильно стартовать в профессии трейдера? С чего начать? Какой первый шаг? Ну честно скажу, честно, да, это абсолютно без хвастовства или там без каких-либо намеков, это естественно уйти учиться. Потому что самая большая проблема, почему человек не учится, когда он делает ошибки, он не понимает, почему он их делает. То есть элементарно, даже если вы там пойдете, не имеет значения там к любому учителю, давайте скажем там к Александру Герчику или кому-то другому, это будет ваш выбор. Хотя я все равно считаю, что надо учиться у лучших, и я не думаю, что на рынке СНГ есть кто-то, кто, ну, на десятую часть подходит под меня. Будем говорить так, я знаю, что это бескромные сложности, но так и есть. Действительно, я рынок очень хорошо знаю, в этом году я торгую 20 лет. Поймите одну вещь, преподаватель, даже там самый хиленький, хотя бы научит вас понимать свои ошибки. Почему? Потому что вы их будете делать, как делают все остальные. Я на вашем месте, честно, сделал бы следующее. Я бы поучился, если вы можете приехать на очный семинар, к примеру, приехал бы на очный семинар. Если вы не можете приехать на очный семинар, я бы, например, купил бы на вашем месте дистанционный курс. У меня есть очень хороший дистанционный курс, вот только вышел в январе месяце новый. И оставаться на своей работе, и пытаться по чуть-чуть, по несколько часов в день начать изучать рынок. Я никогда в жизни не посоветую человеку уйти со стабильной работы. Никогда. Для того, чтобы пойти в трейдинг. Почему? Потому что никто не знает, как будет получаться. Если у вас будет получаться, вы увидите, что у вас получается. Тем более, если вы продавец, и тем более, там, замдиректор фирмы, я понял, что у вас есть свободное время, вы можете по-простому это делать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Игорь, обучение, правильное, с наставником. И только после этого, потихонечку, потихонечку начинать, с маленьких цифр, и, может быть, вы, у вас все получится. Мне всегда нравились фильмы о трейдерах, и постепенно я начал все глубже интересоваться. В 26 лет у меня запасили 700 тысяч рублей, которые я хочу впервые направить в эту сферу. Изучил довольно много материала, и вы внесли свой вклад в мой уровень. Я бы оценил 3-4, перед 10. Очень приятно. Всегда пробовал свои силы на демо-считах, плюс умею не паниковать, не ждать. Стоит ли мне рискнуть, начать уже становиться с настоящим трейдером, с начальным капиталом 800 тысяч? Ну, скажу честно, шоу, что в первую очередь я бы начинал с меньшего депозита. Да, то есть, по-простому. Вам не надо сразу, там, с депозита начинать 800 тысяч рублей. Заведите в компанию Герчи Гинко, вы можете начать, например, с депозита в 1000 долларов. Это порядка 60 тысяч рублей. И спокойно торговать. Если вы увидите, что у вас все нормально получается, ну, тогда можете добавлять деньги и торговать более крупную сумму. Но я всегда говорю, что можно и нужно начинать с небольших денег. Здравствуйте, хотелось бы узнать, как вы торговали на начале своего трейдерского пути, внутри дня. Чему, кроме соблюдения рисков, вас учили и что торжащие запрещали? Нарушение рисков, больше тебе никто ничего запретить не может. Тебе никто ничего не может сказать. Единственное, что у нас было в компании, так как у нас компания была заточена под торговлю Нью-Йоркской фондовой биржи, мы торговали только на Айс. То есть нам запрещали две вещи. Это переносить позиции на ночь и торговать в другие биржи. Вот и все. А все остальное, я думаю, что торговать можно все, что угодно. Самое главное, чтобы в компании были правильно обозначены риски. Если трейдер не может работать с рисками, не умеет работать с рисками, то ему в трейдинге делать нечего. И самый факт, согласно вашим занятиям, понимая, что правильная торговля – это поиск уровня надневки плюс ТВХ на часовике. Начинающему трейдеру правильно придерживаться такой стратегии. Я никогда не говорю, что это обязательно должен быть часовик. Это может быть и пятиминутка, и пятнадцатиминутка, и тридцати, или часовик, или четырехчасовик. Маленький таймфрейм используется для того, чтобы вы понимали, насколько хорошо или правильно отрабатывает уровень. Например, если вы открываете маленький таймфрейм и видите, что на маленьком таймфрейме, например, подходим на больших барах, или на маленьких барах, или резко подходим, или медленно подходим, вы сможете получить общую картинку силы этого уровня. Вы спрашиваете, нужно ли начинающему трейдеру, чтобы набить руку, торговать в течение дня от локальных уровней. Еще раз, смотрите внимательно. Первое, что трейдер должен сделать – это написать свою систему. То есть, когда вы делаете систему, вы в этой системе прописываете, что вы будете торговать. Набивать просто руку из-за того, что это пятиминутный график или тридцатиминутный график – это не совсем правильно. Самое главное – соответствует ли это вашей стратегии. Объясню, почему. Дело в том, что у человека есть очень плохая привычка. Когда он чем-то начинает заниматься, он это продолжает делать. Поэтому, если вы будете сидеть и пытаться все время торговать от локальных минимумов, в течение дня вы по-простому перестанете торговать очень сильные уровни и можете просто по-простому вляпаться в возню торговли постоянно локальных минимумов. Я ничего против локальных минимумов не имею. У меня есть трейдеры, которые успешно торгуют пятиминутный график. Я говорю именно о том, что просто не увлекайтесь. Если есть система – торгуйте конкретно. Здравствуйте, уважаемый король биржевых торговых Александр Михайлович Герщик. Мне приятно. Меня зовут Ильхом, 25 лет, с Узбекистана. Я работаю с утра до вечера. Зарплаты хватает только для себя. Я бы хотел найти другую работу. Я нашел эта биржа. Работаю 4 месяца. Давно хотел связаться, пообщаться на эту тему. Я знаю, что вы занятой человек. У вас таких много. Пока без денег нет, чтобы выступить на биржу, нет брокера, с кем мог работать. Если можно дать мне совет, что можно сделать, чтобы начать торговлю и найти брокера. Желаю вам удачи и прибыли в торговле. Ну, первое, что вы можете сделать – это у нас компания, есть демо-счета. Второе, если вы хотите, вы можете в компании зарегистрироваться на конкурс, в котором вы, если хорошо выступите, можете получить тысячу долларов реальных на Тима счет. Ну, естественно, компания для торговли – это мы, Герщикин Ко. Здравствуйте, Александр Михайлович. С какого возраста желательно знакомить ребенка с трейдерским делом, показывать терминал? Моему младшему сыну сейчас уже 11 лет уже нет. Но, я скажу честно, это спорный вопрос или ребенку нужно. Самое главное, чтобы ребенку хотелось и ребенку нравится. В первую очередь, например, мой сын, ну, не хочет быть трейдером. Если трейдеру или ребенку вашему интересно, то можно с любого возраста, если он адекватен. У нас были самые молодые ребята, которых я видел, это 12 лет. Есть взрослые дети, так называются дети, в 10 лет, которым как 15, а есть дети, которым 15, и которые как 10. Поэтому смотрите очень внимательно, если этот ребенок, он адекватен. Александр Василенко, здравствуйте. Мне хотелось бы узнать, вы говорили, что в Америке торговали только на свои деньги, но в то же время вы работали в какой-то там брокерской компании и тоже торговали. Я никогда так не говорил. Я сказал, что я использовал свои деньги. Внимательно еще раз. В 98 году я пришел в компанию, которая называлась World Cup. Я положил свой депозит, все остальное плечо, вот как Герчик Инков отдает плечо, все остальное дала мне моя компания. То есть я не торговал физически на деньги фирмы, я использовал часть своего капитала для торговли, все остальное мне давала фирма. Вот это, а не брокерская фирма была, а трейдера. Фирма трейдер. Брокер это немножко другое, да? То есть трейдер это трейдер, а брокер это брокер. Я использовал свой депозит, а компания мне давала плечо. Вот абсолютно точно такие условия, как у вас. При торговле в компании Герчик Инков, вы получаете плечо и это плечо используете там для получения более большой прибыли. С каким максимальным плечом вы торгуете, кто управляет криптовалютным рынком? Отвечу. Значит, у меня нет слова плечо. Объясню почему. У меня были моменты, когда я торговал, будем говорить так, с тысячным плечом, даже больше. Когда я только начинал работу дейтрейдера, я работал в компании, которая давала в принципе безлимитные плечи и там со своими 400 долларами я торговал почти полмиллиона долларов. Я торгую от риска. Все сделки, которые я осуществляю, они осуществляются от риска. Я никогда не закладываю плечо, которое я использую. Могу ли я использовать, например, 20-е, 30-е плечо? Нет. Объясню почему. Дело в том, что я торгую на американском рынке. Я торгую уже сейчас на свои деньги. Максимальное плечо, которое я имею право брать на американском рынке, если это акции, если это акции, это 6 и 6 к одному. По законодательству я имею право взять самое большое плечо по крупному счету. Если у вас средний счет, там до 100 тысяч долларов, вы максимальное плечо, которое вы можете брать на 3 дня, это 4 к одному, перенос позиции на ночь 2 к одному. Это официальный закон. Если вы хотите торговать фьючерсы американские, то американские фьючерсы можно торговать с плечом из 100 и 200 к одному. S&P торгуется с залоговой 500 долларов в день, а санка трак стоит приблизительно 100 тысяч долларов. То есть, по сути дела, посчитайте это больше сотого плеча. И так же и по нефти, и по всем другим инструментам. Хороший вопрос, Александр Михайлович. Какой нужен депозит, чтобы жить с рынка после обучения у вас? Еще раз. Первое. Я не бог. И никогда как бог себя не позиционирую. Я себя даже никогда не позиционирую как гуру. Хотя я знаю рынок, наверное, больше чем 99% участников вообще рынка. Я знаю действительно очень хорошо рынок. Потому что я был реально там. И знаю, что это такое. Я сделал огромное количество сделок. Но неважно, у кого вы, Сергей Степанов, учились. У меня, или у кого-то другого. Вопрос всегда идет от другого. Давайте поговорим о цифрах. Не будем говорить о герчике. Стандартный трейдер, стандартный трейдер может заработать от 3 до 5 процентов в месяц без плеча. Это приблизительно нормальная цифра. Все остальное, все остальное достигается плечами. То есть, можете посчитать так. Идти от обратного. То есть, если вам надо зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, к примеру, 100 тысяч рублей в месяц, то, по сути дела, да, вам нужно умножить приблизительно на 20. Да, то есть, если вы возьмете 2 миллиона рублей и 5 процентов в месяц, вы можете зарабатывать 100 тысяч рублей. Если вы будете торговать с десятым плечом, с максимальным, по сути дела, да, и делать не 5 процентов в месяц, а 50 процентов в месяц, ну тогда вам надо всего 200-250 тысяч рублей. Так работает математика. Так, следующий вопрос по Азизу. По Азизу я рассказал. Сколько времени прошло речь для вас с момента знакомства с рынком до вашего прибыльного месяца. Четыре месяца. Ровно через четыре месяца я заработал. Первые четыре месяца я потерял 400 долларов и пятый месяц у меня уже был прибыльным. Скажу даже больше. Первый свой год трейдинговый. Я закончил. А знаете, я прямо сейчас даже покажу. Я его сейчас специально найду. Посмотрю. По-моему, 170 или 180 тысяч долларов. Это все можно проверить. Можно посмотреть, в каком году я получил лицензию. Сейчас скажу, сколько я закончил 3 секунды. Видите, у шафов все есть. Вот мой первый год, 99. Смотрите, прямо. 99 income tax. Сейчас я вам скажу, сколько денег было заработано. Вот, пожалуйста, все есть. 195 тысяч 822 доллара. Первый год в трейдинге. 195 тысяч 822 доллара. Все, вот вы посмотрели. Все, вот вы посмотрели. 195 тысяч 822 доллара. Первый год в трейдинге. Ну, то есть я в ноябре получил лицензию и в трейдинге. И 99 год уже был прибыльным годом. Надеюсь, даже и ответил, и показал. Доброе время суток. Если бы вы сейчас только начинали иметь знания, совсем небольшой кезд. Чего бы начали и как продолжить, через какое время можно только на это жить? Я бы сделал абсолютно то же самое, что я сделал. Единственное, что у меня не было тогда учителя. И, может быть, я бы, скорее всего, наверное, научился ему быстрее. У меня не было Александра Герчика, который мог бы мне ответить на мои вопросы и помочь. Что по вашему нужному трейдеру в характере для работы на рынке и от чего лучше избавляться? Дело в том, что, чтобы стать хорошим трейдером, нужно становиться системным трейдером. Что значит системным трейдером? Знаете, это такое скользкое понятие. Системный трейдер – это человек, который умеет, будем говорить так, подчиняться системе. Да? От этого идут, естественно, все маленькие заковырки. Это дисциплинированность. Это адекватность. Это когда ваша голова говорит вашим рукам, что делать, и ваши руки делают ровно только то, что вы делаете. На самом деле, трейдер – это очень исполнительная работа, не более того. Если сказать, кто может быть хорошим трейдером – это тот человек, в котором живет два человека. Первый – это тот человек, который делает домашнее задание, пишет сценарий. И второй человек – это человек, который исполняет. То есть, о чем я говорю, чтобы вы меня понимали. Например, вы написали очень хороший сценарий. Вторая ваша половина должна просто его исполнить. То есть, если вы должны понимать, кто должен быть идеальным трейдером, то идеальным трейдером должен быть как раз именно тот человек, которому вы можете отдать свой сценарий, и он просто тупо сядет, возьмет и исполнит. Да? Когда вы садитесь и учите человека водить машину, первое, что вы ему говорите – сел в машину, закрой дверь, одень пояс, включи замок зажигания, заведи машину, сними с ручника, выжми сцепление. Я не помню, в какой последовательности я сдал на права 31 год назад, потому что мне было 16 лет в Одессе, в Дусафе. И это последовательность действий, и человек, который только-только садится, он начинает исполнять все, что вы ему говорите. То есть, механически, да? Объять препятствия, поверни направо, поверни налево, там, развернись и все остальное. Вот если у вас смогут ужиться вот эти два человека, человек первый, который пишет сценарий, а второй человек, который их безукоризненно исполняет, механически исполняет. Вот тогда, вот это называется подчинение системе. Вот тогда у вас есть все шансы. Здравствуйте, с вами Ходж, Виталий Русанов. Вы говорили, что для того, чтобы добиться значимых результатов в тренинге, необходимо въёбывать по 10-15 часов и просматривать сегодня график. Ну, я не говорю так, я это делал я. Потому что я работал на американском рынке. Если вы работаете, например, на Форексе, да, и у вас 10 пар мажоров, вам не надо работать по 10-15 часов. 20-30 минут для того, чтобы сделать домашнее задание. Вы написали дальше, подскажите, если совмещать тренинг с основной работой, и у тебя для средоисточной торговли только дневки. Используется 3-5 инструментов, делаешь все как положено, введешь журнал сделок, получится добиться каких-то результатов значимых, ведь для этого режима достаточная пара часов дней. Ответ – да, однозначно да. Вы выявляете только очень сильные, будем говорить так, сигналы, очень сильные сигналы и работаете только от них одневок или неделях. Добрый день, Александр Михайлович, я могу определить за свой выбор брокера, так как он будет в торговле небольшой. Насколько уверенно я могу доверять торговле компании «Герч Кинко»? Сколько сейчас клиентов пользуется услугами вашей компании? Много клиентов, очень много. Как можно сказать, какого брокера работает? «Герч Кинко»? У нас все хорошо. Здравствуйте, Александр Михайлович. Интересует ваше мнение по поводу продолжительности работы за терминалом. На ваш взгляд, сколько времени нужно за ним проводить ежедневно, чтобы быть в теме и понимать и чувствовать рынок? Ну, вопрос, на который однозначно нельзя дать ответ. Объясню, почему. Все зависит от вашей стратегии. Когда я торговал только внутри дня и торговал активно, я вообще начинал рабочий день в 4-15 утра и мог на работе быть до 9 вечера. Это было в самом начале. Объясню, почему. Дело в том, что я первое делал домашнее задание, потом вводил ордера, потом отторговывал, потом записывал, что я отторговывал. То есть все зависит от того, на какой стадии вы находитесь. У меня есть трейдеры, которые проводят в день, может быть, 2-3 часа. То есть делают сначала домашнее задание, потом выставляются ордера и потом дальше по-простому просто смотрятся, выставляются теги, как инструмент себя ведет. Все зависит от того, на каком уровне вы находитесь, где вы находитесь, что вы делаете, как вы делаете. Вот это, в принципе, основная работа. Понимать, чувствовать рынок. Это графики. Нет цифры, которая поможет вам лучше или хуже понимать. Это графики. Чем больше, естественно, графика вы смотрите, тем лучше будет ваша торговля. Это однозначно. Александр и Ксения задают вопрос. Александр, добрый день. В одном из своих вебинаров вы высказали, что использование в торговле умения двух компьютеров, двух мониторов на компьютере безрезультатно. Почему подробнее раскрыть тему можно? Я не говорю, что это безрезультатно. Я сказал, что если вы хотите профессионально подойти, у вас должно быть два монитора. Объясню почему. На одном мониторе практически невозможно уместить и графики, и торговую платформу. Вот и все. Это нужно просто для комфорта. Нет смысла никакого пытаться на одном мониторе. Если у вас монитор, будем говорить так, какой-то там 40 или 50 дюймов, ну конечно вы можете вместить туда все что угодно. Но если у вас стандартные мониторы там 22-24 дюйма, то желательно их нужно два для того, чтобы вы могли получить абсолютно вменяемую информацию с этих источников. Можно ли профессионально торговать через планшет, если ты серьезно взялся за это дело? Ну вот смотрите, человек сам задал вопрос и сам на него ответил. Можно ли гоняться на формуле 1, не обладея формулой 1? Ну ответ конечно нет. Как можно на планшете сидеть и профессионально заниматься тренингом? У меня три монитора. У некоторых людей пять мониторов. Ответ однозначно нет. Ответ однозначно нет. Если вы, если вы в первую очередь торгуете на планшете, то естественно вы должны понимать одну вещь. Где вы будете торговать на планшете? Вы где-то в машине едете, где-то еще что-то. Трейдинг это работа, которая заключается в том, что человек должен сесть на свое рабочее место и сидеть на своем рабочем месте и работать. Поэтому ответ по планшету, ответ нет. Добрый день. Что скажете относительно торговли с телефона? Я очень против. Объясню почему. Если вы действительно хотите заниматься трейдингом профессионально, так? Если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, подходите ко всему профессионально. Что это значит? Одно дело убирать урожай с косой, да? Когда у вас поле, например, пшеничное и вы с косой будете стоять, да? Когда нету ничего, как было раньше там до революции или после революции, когда не было зерноубирающих машин, зерноубирающих машин. И другое дело, это когда эти машины появились и по-простому это уже обрабатывается с помощью машин, да? С помощью комбайнера. Так вот. Представьте себе, что у вас происходит. Вы живете в 19 веке. Вы сидите на телефоне. Вот так вот вы сидите и торгуете. Торгую ли я с телефона? Нет. Если у меня, будем говорить так, если у меня платформа на телефоне, да. Но она только для того, что если я где-то еду и у меня есть какая-то позиция, у меня сработает, будем говорить так, алерт. Только для этого. Торгую ли я с телефона? Нет. Если вы хотите профессионально торговать и действительно считать это своим смыслом жизни, то подходите ко всему профессионально. Должны быть и хорошие мониторы, должен быть и хороший компьютер, и должен быть нормальный интернет. Иначе все это обыкновенное дилетантство. А все здесь взрослые люди, вы все прекрасно знаете, чем заканчивается дилетантство. Дилетантство заканчивается тем, что вы просто потеряете деньги. Я уже около года торгую. Смотрел ваше видео, остальное с вашего сайта. Отдельно благодарен за множество бесплатной информации. При нехватке средств на обучение она сильно помогает. Информации много. Освоил, но я запутался или заработался. Подскажите, как правильно все расставить по своим местам и как бы вы по порядку выстроили обучение и работу трейдера? Первое, смотрите, элементарно. Первое, наверное, начинается с элементарной базы. То есть, если, например, вы пытаетесь торговать по моей системе, первое, что вы должны сделать, это правильно проводить уровень. Второе, вы должны правильно понимать направление движения инструмента и НР. То есть, вы должны начинать с того, что вы пропишите малопомальский алгоритм. И таких видео уже очень много есть, как составлять правильный алгоритм. То есть, вы должны понимать, что алгоритм, он вам очень сильно поможет для того, чтобы вы понимали, в каком направлении идти. Мой совет один. Если у вас нет алгоритма на бумажке, даже не садитесь торговать. Даже не садитесь торговать, потому что это абсолютно пустое. Вы потеряете деньги 99% из 100%. Поэтому мой совет один. Перед тем, как вы начинаете торговать, обязательно сделайте себе алгоритм. В самом начале ваш алгоритм может быть не идеальный. И он может быть неправильным, но по дороге вы будете подкручивать. Да, есть в компании Gerchik Inco, есть обучающий бот-наставник, есть робот, который сам вам поможет написать алгоритм. То есть, автоматически есть огромное количество плюшек разных, которые мы сделали для трейдеров абсолютно бесплатно. То есть, реально заходите на нашу страничку на Gerchik Inco, вы можете создать алгоритм, вы можете все-все у нас найти. Здравствуйте, Александр Михайлович. Какие еще записи необходимо вести трейдеру? Я знаю только статистика, дневник трейдера, торговый алгоритм и домашние задания, которые вы посоветовали. Подскажите, пожалуйста, что еще можно добавить для повышения эффективности работы? Как можно больше картинок делать? Вот это самое главное. На самом деле, это один из самых важных факторов. То, что в первую очередь вы должны как можно больше картинок делать и записывать это все на картинках. Графики, 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 графики. Это самое эффективное. Что может случиться для того, чтобы вы стали лучше торговать? Здравствуйте, Александр Михайлович. Заметил, что ваши ученики ведут статистику времени открытия наиболее прибыльных сделок и на основе этого совершает свою систему. Какие еще данные могут показаться неважными? Стоит анализировать, как вы ведете статистику торговли. На самом деле, в статистике торговли все важно. Вопрос один, это только насколько эта статистика глубокая. То есть, сколько она по времени. Естественно, если вы всего торгуете месяц-два, то, естественно, большую статистику вы не построите. В статистике, которую вы будете вести, важно все. Время захода в позицию, время выхода из позиции, какими вы ордерами оперируете. То есть, лимитными, рыночными или все. То есть, по сути дела, что важно в статистике? Ответ предельно просто – все, да? То есть, я учитываю в статистике все. Мой хозяин сказал одну вещь – ты должен на тренинге знать все, да? Какие у тебя убыточные. И в какой-то момент даже, я помню года через четыре, я понял, что в какие дни я больше всего зарабатываю. Например, в пятницу я зарабатывал практически всегда меньше всего, потому что я в пятницу выдыхался. Поэтому статистические данные используйте абсолютно все. Пробую все стили торговли, ни одна не получается, не знаю, как дальше быть, боюсь заходить в сделки. Курс прошел, теряю один-два процента, а дипов в день. Как думаете, с чего надо начинать? Первое. Если вы прошли курс и у вас не получается, скорее всего, пересмотрите его еще раз. Объясню почему. Первое. Скорее всего, вы не понимаете, как устроен рынок. Когда вы не понимаете, как устроен рынок, я расскажу. Четыре составляющие. Вот разбейте свое обучение, да? Вот сейчас нас смотрит, например, 670 человек. Четыре составляющие. Это уровни. Посмотрите внимательно. Может, вы неправильно проводите уровни. Второе. Это энергия. Третье. Это направление движения, четвертая точка входа. Возьмите, разбейте на эти четыре составляющие то, чему вы учились. Проверьте уровни. Хорошие у вас уровни или нет. Просто составляющие. Второе. Посмотрите, есть ли вы энергия в инструменте. Третье. Посмотрите, правильно ли вы определяете направление. Мой совет один. Не торгуйте. Если вы видите, что вы теряете какой-то процент от депо, каждый день, как вы пишете, то не надо торговать. Просто посмотрите. Сделайте просто домашку. Посмотрите, как отрабатывает домашка. Как работают уровни. Где есть энергия. Выстреливают ли инструменты там в вашу сторону. А только потом садитесь за торги. Здравствуйте, Александр Михайлович. Могу совмещать в один день торговлю на Форекс. Сложный пробой и отбой от уровня и Америку. Правильно ли это? Ну, давайте скажем так. Я сторонник того, что не надо совмещать рынки. То есть, я сторонник того, что если торговать Америку, торговать Америку. Если торговать Форекс, торговать Форекс. Например, на герчкинком можно торговать американский рынок. Да, это просто одна платформа. Поэтому, ну, определенные вещи можно совмещать, а определенные нет. Просто дело в том, что если вы будете торговать Форекс, на Форексе ход инструмента один, а на Америке ход инструмента другой. горе. Александр Михайлович, здравствуйте, в Герчкин-Ко начальная сумма для трейдинга 500 долларов. Иногда дает возможность начать 100, торгует дробными лотами. На каких валютных парах и акциях лучше торговать за импозитивно 100 долларов? Заранее спасибо за вашу компанию и ваши труды. Спасибо и здоровье. Тебе тоже здоровье, Володя. Вопрос следующий, любыми. Мне абсолютно не важно, с какой суммы вы начинаете, если есть мини лоты, там 001 лоты, то можно торговать любой инструмент. Александр Михайлович, если бы у вас сейчас были бы 3000 и не было бы опыта в трейдинге, или совсем незначительные, какие шаги вы предприняли, с чего начали. Абсолютно те же, что я и делал раньше. Но 3000 долларов – это не такая маленькая сумма, у меня ситуация была гораздо хуже. У меня их было 400 долларов, и я ничего бы не изменил. Я просто сидел бы и торговал, набивал капитал, потихоньку прописал бы правильно риски, чтобы я не улетел. Но 3000 долларов – это более-менее адекватная цифра, с которой потихонечку можно начинать и строить по-простому портфель для управления. Как вам удалось после того, как вы перестали терять, быстро начать зарабатывать? Насколько я помню, вы говорили, что заработали за первый год в трейдинге 190 тысяч. Да, абсолютно верно. После четырех месяцев я уже стал зарабатывать, и я очень быстро поднимал объем, очень быстро поднимал объем, и где-то, наверное, через месяцев 7-8 я уже торговал 800-900 акций за раз, 30-40 бумаг одновременно. Было ли в то время то, на что легче зарабатывать, чем сегодня торгую внутри дня? Знаете, я на семинаре на своем каждый раз последний урок мой – это реальные торги. Я людям показываю, что ничего за 20 лет не изменилось. Да, может, где-то какие-то движения немножко изменились, но в общей массе рынок, в принципе, как был более-менее понятным, так он и есть. Да, естественно, сейчас больше роботов, более резкие движения бывают, но рынок, в принципе, как был, понятным, так и остался. Здравствуйте, скажите, нормально, если месяц закрывается минус? Конечно, блять, нормально. Ну, мы что, боги? Мы что, не можем ошибаться или еще что-то? Ну, конечно, мы ошибаемся, это абсолютно нормально. И я тоже записывал это видео на Фейсбуке как раз именно по поводу того, что человек не должен стремиться… Человек должен, конечно, стремиться зарабатывать каждый месяц, но бывает отрицательные месяца. Вообще у трейдеров работа складывается приблизительно из 3-4-5 месяцев в году. Остальное может быть либо 0, либо маленький минус, либо маленький плюс. Вот и все. Мы все не боги, знаете, как говорят, не боги горшки обжигая. Поэтому это абсолютно нормально. Какой максимальный размер счета можно вливать на фьючерс и мост биржи, в частности, на индекс РТС для совершения внутренних и среднесрочных дел? Скажу честно, алмаз, сколько угодно, да, хоть тысячу контрактов. РТС можно торговать тысячу контрактов. У меня есть трейдеры, которые торгуют 1300 контрактов в РТС и по-простому заходят в лед, да, заходят в лед, без проблем. Дело такое. Торгую среднесрок, 17 инструментов, записываю ключевые цены, жду, когда мы к ним подойдем. Мой цены на часовике, смотрю, как проходим к уровню. Вопрос. Нужно ли весь день мониторить графики? Если можно просматривать утром, а в середине дня и вечера, правильно ли для этого будет? Если вы торгуете среднесрок, сидеть целый день возле компьютера абсолютно не надо. И самый лучший, 28 вопрос. Самый лучший, я вам просто покажу, чтобы вы понимали. Я на все ваши вопросы ответил. Вот он, самый классный. Видите, все вопросы я ответил. Сергей Подгурский. Хочу просто поблагодарить вас и вашу команду за благородный и честный труд. Все. Сережа, спасибо большое. Видите, у одного человека нету меркантильного интереса. Всем хорошего дня. Всем удачи. В понедельник у нас будет обзор. Самое главное, всем хорошего выхода. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok